Поехали. Мы пропустили пики этой игры. Ну, здесь хотя бы будет понятно ху из ху. Интересно смотреть на фейлы. Забавно. Гот. Гот встрял против Бруды. Гот умирает. Кажется, это ФБ. Мы попали очень удачный. Нет, Бруда его отпустила. Лол, лол. Дэнди на Пудже. Итак, первая игра Нави против Даррер. Посмотрим для начала пики. Висп от Пупея. Дэнди на Пудже. Смайл на Лешраке. Лост на Бруде. И, 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 и. Мид стоит у нас Тайтхантер, на котором играет Хвост. Они вообще все решили перевернуть. Фанник играет на Апарэйшене. Габлак играет на Чене. Причем Чен очень жестко доминирует в Чужом Лесу. Хуком не попадает Дэнди. Артстайл на Хаос Найт. Артстайл вытягивает очень хорошо. И вот, может быть, ФБ. Да, ФБ забирает Чен. И Пуджа цепляют. Пуджа очень мало ХП остается. Но Хаос Найт решает не лезть под вышку. Пудж отхиливается. Нету мана на Хук. Кларити использует Дэнди, чтобы Дэнди получил немножечко побольше маны. Магус у нас играет на инвокере. Мид, ой, как все перевернули. И Дарреры перевернули. И Нави перевернули все роли абсолютно. Есть Хук сейчас у Пуджа. Будет он хуковать или нет. Пока что нет. Оставляет. Хук вот только сейчас. И минус Чен. Дэнди не прощает. Опарейшн тем временем на Хосте прилетел. Немножечко поздно будет. Он здесь раньше, возможно, было чуть полегче. Да, опасная трепла с Ченом в чужом лесу. И тяжеловато будет Нави от нее отбиваться. Но пока что у них, в принципе, неплохо получается. Да, ФБ профукали. Но ничего страшного. Зато забрали сейчас Чена. Бруда стоит против Сэн Кинга. Бруде против Сэн Кинга стоит очень неприятно. Но можно. Но терпимо. Хвост стоит против Инвокера. А вот Тайт Хантеру против Инвокера стоит тоже можно. Но для этого нужен опыт. Мы видим, что Хвост немножечко просел по ХП. Видимо, как раз-таки этого опыта ему не хватает. Дэнди хукует Артстайла. Минус Артстайл. Нет, Артстайл живет. Его добивает Висп. Отличный стан от Смайла. Решают отпустить Фанника. Совершенно верно. Под вышку ломиться совершенно не стоит. Ну что ж, Дэнди заработал 2 кила для своей команды. И посмотрите, Висп использует тизер, чтобы регениться. Вместе с Пуджом. Также использует на себя Кларити. Восстанавливает ману. Чен выходит из леса. Хук не попадает. Дэнди стоит аккуратнее относиться к мане. Потому что у него не так много на зоне момент маны. У него есть бутылка, но бутылка закончилась. И есть вот такой вот вард, который его сейчас видит. Ну вообще Пуджу на трепле несколько сложнее. Потому что он получает гораздо медленнее опыт. И здесь такого доминирования мы можем не увидеть. Ну пока что 2-1. Все киллы сделаны на этой линии. И в общем-то сделаны силами именно Пуджа. Потому что 2 хука и дэмэдж от рота очень приличный. Да, просто не хочется уходить с этой линии. Что у Хвоста? У Хвоста не очень приятная ситуация. Он потерял много хп. У него вообще нет маны. И инвокер остается на фрифарме. 24 крипа у инвокера. 17 у Тайда. 26 у Бруду и 23 у Сен-Кинга. 12 на 16. Примерно ровно идут. Напомню, что в данный момент эти команды занимают последнее место в своей группе. И выбраться с этого последнего места будет тяжело. Потому что они проиграли уже очень много матчей. И аутсайдерам, и не аутсайдерам. Но откровенным аутсайдерам Нави не проигрывали. Но равным командам, таким как Комплексити, они проигрывали. Пусть это была ничья, тем не менее, не смогли взять 2 очка. И теперь тяжело будет выбираться. В то время как те же Комплексити отжали карту Тунг-Фу. И это большой-большой бонус для них. И возможно эта карта поможет им как раз таки обогнать Нави. Напомню, что статистика личных встреч в пользу Нави абсолютно точно. Потому что они выигрывали удары везде, где только можно. Проигрывая совершенно какие-то непонятные только матчи. Когда играли с неполными составами, в отпусках. Но последнее время в онлайне Нави сами признавали, что удары они выиграть не могут. Посмотрите, что делает Магус. Какой урон. Да, хвост теряет много хп, вынужден отходить под вышку. Ну вообще у хвоста более-менее ситуация. Пока не критичное его отставание. Да, инвокер он проигрывает. Но в принципе то, что Тайт проигрывает инвокеру, в этом нет ничего удивительного. Хук, не попадает Дэнди. У Дэнди сбился прицел. Артстайл спокойненько фармит. Дэнди. Крипом прикрывается сейчас. Дэнди будет хуговать. Нет, новая пачка выходит. Не дает ему использовать хук. Ну вот чем дольше Дэнди так стоит, тем хуже. Потому что он не зарабатывает фраг. И... Вот, хорошо. Минус чен. Тайтхантер. Есть у него уль. Попадает он под стан. Минус артстайл. Два в ноль. Очень хороший выход. Хвоста. И сейчас можно пушить вышку, потому что есть катапульты. И у Лешака есть пусть первый, но хотя бы какой-то диаболик. Использует фласку. Тайтхантер тоже здесь. Использует энчер смеш. Играть в лузерах намного проще. А скажите, почему, по какой причине играть в лузерах гораздо проще? Назовите мне хотя бы одну причину. Я не понимаю, по какой причине может быть в лузерах проще играть. Там будут все те же команды. Да, там будут слабенькие команды, с которыми... Нави, кстати, вряд ли встретятся, если займут последнее место. Если они займут не последнее место, они поймают какого-нибудь середнячка. И играть им будет очень тяжело. Тем более, что в лузерах идут матчи до одной победы. Вот просто одну игру ты поиграл, все, до свидания, Интернешнл. До четвертого раунда лузеров. Игры идут до одной победы. Только с четвертого раунда. То есть, получается... Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Восемь. Да, получается, до призов они играют до Best of 1. Как только в восьмерку ты попадаешь, там уже в лузерах начинается Best of 3. Да, там нормально, можно поиграть. Но Best of 1 это такой рандом. Вот возьмут какие-нибудь Аэлы, что-нибудь интересное покажут и все. С какую-нибудь заготовку. А ты к этому не будешь готов, ты отлетишь. До свидания, призы. В лузерах ни разу не проще играть. В венерах, наоборот. Ты можешь зацепиться, у тебя есть шанс. И даже если ты проигрываешь, ты попадаешь во второй раунд лузеров. Ты попадаешь чуть дальше, чем попадаешь... Даже проигрывая первый матч. Чем если ты выходишь. И в лузерах тебе играть максимальное количество матчей, если ты надеешься получить первое место. То есть больше, чем... Лузера по-любому сыграют больше, чем венера. Chaos Knight получает отличный куб минус аркстайл. Ну, Дэнди я верю в то, что он вытащит эту игру на пудже. Дэнди еще не проигрывал на своем пудже, насколько я понимаю. Там слабее команды будут. Но вот именно, если ты в лузерах, то ты получается слабее. Ты сам слабее. Это если бы LGD сейчас взяли и после того, как они вот эту игру показали, начали сливать, попали бы в лузера. Вот им да. Но они этого делать не будут. Здесь никто сливать специально не будет. Так никогда не делается. И это очень глупо. Ну, может быть, в каком-то одном проценте случаев так делается. И на вид совершенно это точно делать не будут. Дэнди вышел на охоту. Ну, все внимание на Дэнди. Он сделал пока что все 5 киллов своей команды. И теперь он находится на инвокера. Инвокер очень осторожен. Инвокер фармит барабаны. А Дэнди... Есть уже урна у него. Будет дожигать урной. Ну, и Магус уходит с мида. Да, Дэндику не хочется терять время. Он выходит, начинает сам фармить крипов. Вот это такое умение использовать всю эту горелку. Я до сих пор не научился. Использовать горелку так, чтобы добивать именно крипов. Там урон наносится не совсем сразу. Сен Кинга телепортирует домой. Габлак Сен Кинг отдает великолепный барострайк. И лост еще и умереть может. Нет. Он использует стик и выживает. Попробовали сейчас убить Сен Кинга. Использовали для этого ульт. Гаш, бруда била. Но слишком хорошо среагировал Чен. Хук выходит на Апарэйшн. Отличный Хук минус Апарэйшн. Апарэйшну вообще не хватает ХП. И теперь будут пытаться зацепить Хаос Найта. Три, два, один. Стан на две секунды. Хук и чуть-чуть не дотягивается Хук Дарт Стайл. А по траектории был абсолютно верный. Но слишком быстрый Хаос Найт. Тяжело. Дэнди отпивается из бутылки. Нет, даже не отпивается из бутылки. Все-таки один заряд потратил. Бегут в смоках. Пытаются как можно меньше времени потратить. И тизер используют. И смоу как можно быстрее наверх, чтобы здесь тоже забрать фраг. И вот у Ласта начинает что-то получаться. Ласт начинает фармить лес, начинает свою бруду использовать по полной. 60 крипов, несмотря на то, что стоит против Сен Кинга. Год отступает. Все боятся. Зачем я лишаю вас последней надежды? Нет, ну Нави, Нави затащит, ребята. Забейте. Все, что я говорю, это просто для того, чтобы вас напугать. На самом деле, Нави выйдут. Раскатают всех середнячков в плей-оффе. Так, куда-то пуш летит сейчас. Пуш летит. Хаос Найту. Хвост. Хвост выживает. Хвоста. Урна. Хвост живой. Дабл-килл от Дэнди. Нет, на самом деле, один килл забрал Тайтхантер, но это не так важно. И Дэнди уже сверху. Дэнди видит габлака, минус габлак. Три килла. Девять киллов из десяти забрал Дэнди. У своей команды. Ну, на самом деле, не забрал он именно, а именно он инициировал. И его была заслуга. Да, Даррор летят от этого пуджа. Ничего не могут сделать абсолютно. Ну, может быть, как раз-таки через пуджа и стоит играть. Это единственное, что у Нави объективно получается... Ну, на этом турнире. Это пудж. Пудж, да, пудж у них хороший. Может быть, так и стоит. Контры к этому мало кто придумал. Ну, не играют сейчас пуджом. Никто не будет его контрить. Не знают, как контрить такую игру. На практике ничего не проверено. Хороший вард, кстати, поставлен. Хаос Найт. Хаос Найт очень осторожен. Уходит. Болгарская дота глубже. Ну, я бы не стал называть болгарской дотой команду Даррор. В Даррор больше украинцев, чем в Нави. Так. К слову. В Нави два русских, два украинца и один эстонец. Именно такой состав. Этнический. Что же касается Даррор, то у них только год россиянин. Все остальные граждане Украины. Уууу. Хаос Найт попадает. Артстайл наказывает его за ошибку. Ох, Дэнди развлекается на своем бывшем капитане. Так что тут прямо изнывает. И на госте бежит дальше. Здравствуй, Фанни. Как дела? Промазал хук вплотную. Висп сюда уже летит. Висп. Один-одинешенек, но просто спасает Пуджа. Хотя можно сейчас еще и хукануть. Да, хукуют очень неплохо. Ультом Operation промахивается. Забирают. При этом Висп куда-то с собой Пуджа. Здесь Тайфхантер или Шрак разбираются с инвокером. Остается только лишь Сенкин. Сенкинг без маны на ульт. Бежит, конечно, вся команда Даррер. Помочь как-то. Но зацепить Тайфхантер будет крайне тяжело. К тому же Пудж. Пудж уже готов. Пудж тянет. Хаус Найт. Этот Пудж его разрывает. Следующий. Габлак. Ой, какой узкий проход. Ну как... Куда в этот узкий проход ссуваться? 5-0-8 Дэнди. Дэнди настоящий убийца. Да, его Пудж, конечно, вызывает уважение. Он уважать себя заставил. Когда не в шутку за ним мог. Лост тем временем пушит. И Лост нашел свою игру на фоне того, что... Ну посмотрите, все, что нужно Нави, чтобы тащил Дэнди. Дэнди тащат. Все. Сразу у Лоста все хорошо на легкой. На сложной, точнее. У Хвоста все получается. Габлак. Ульт Опарейшн попадает. На этот раз по Пуджу. Висп от Фолдфит. Висп очень много ХП теряет. Кажется, Дэнди забрали. Да, Дэнди. Забирают. Правда, Бруда казнит Опарейшн. И размен получается 2 в 1 в пользу команды Нави. Все равно, даже несмотря на то, что забрали Дэнди. Ох, Висп летает в очередной раз. Инвокер уходит в инвиз. Ставит центри. Минус инвокер. А у Пуджата тем временем. Плюс 11 к силе. И 12 киллов он заработал. 12 киллов. Пассивочку. Дэнди Ассасин. Ну, примерно так и получается. ПТ-шка, кстати, у него. В прошлый раз были Арканы. Но ПТ-шка с бутылкой сочетается чуть лучше. Так. Увидел Артстайла. Артстайл его тоже увидел. И Артстайл дает дёру. Да. У Буджа 1600 ХП. Это очень-очень много. Он получает сейчас 11 силы. Если даже он никого не убьет и докачается до 4 лвла пассивки, это уже будет 22 силы. Но я уверен, что Дэнди будет убивать. Убивать много. И там порядка 40 силы на 30 минут у него будет дополнительно. 40 силы это невообразимое количество. Ну и если игра каким-то образом затянется в какой-то супер-мега лейт. Конечно, ПТ-ш не лучший лейтер. Но ПТ-ш растёт. Всё равно будут какие-то размены. Всё равно что-то будет получать ПТ-ш. И от этого он будет становиться всё жирнее, жирнее, жирнее. Как бы можно пробивать даже ПТ-ш в 5000 ХП. Но это так тяжело. И если против тебя играет грамотная команда, сделать это практически нереально. Потому что 5000 ХП там с армором, который ПТ-ш должен будет купить в лейте. Невероятно. Груда убирает Синкенга. ПТ-ш! Ну, месть! ПТ-ш уходят. Получает станк. Вольт! Всё в него! Оперейшн забирает в итоге Курджа. Да, Дэнди почувствовал себя слишком вольно. Бруда забрала Синкенгу. Бруды есть Орчет. Только с помощью Орчета можно забрать Синкенга. По-другому Синкенг просто использует песок, использует стан. Всё что угодно. И Бруде ещё самой придётся от него терпеть. Но с Орчетом такая опция существует. Тем более наверняка кто-то помог. Инвокер Ветра, ЕМП. ЕМП предпоследнего уровня. Ну, долговато оно будет взрываться, но уже сжигает хорошо маны. Ну и Бруда. Вот сейчас Нави в идеале нужно придумать какую-то драку. А Бруде в этот момент начинает пушить топ. Конечно, не так просто, как звучит. Потому что никто ей не даст просто так вот халяву сплит пушить. Но как только будет какая-то микро-возможность у Бруды прохарасить вышку, она ею воспользуется. Оставляет пауков в лесу, чтобы фармить ульт от Оперейшена. Очень неплохой Синкинг летает. Дэнди не под ультом Оперейшена. Дэнди. Дисмэмбер. Нету мана на Дисмэмбер. Холд снэп. Минус Дэнди. Третий раз Даррер. Переворачивает. Доминейтит от хвоста. Хвоста также цепляю. Ну и что? Размета получилась у нас. Три в один в пользу команды Даррер. Вот как раз то, о чём я говорил. Лост, как только появляется возможность, начинает сразу кушать. Уводит пауков, чтобы не дать золота. Уводит их на фонтан, чтобы их убил фонтан. Правда, Бруду тоже цепляют. Что? Неужели пять в три размен? Нет. Бруда слишком быстрая. Бруда уходит. Ну ещё два-три. Две-три таких драки. Конечно, у Нави будет всё плохо. Правда, у них огромнейшее преимущество. Какой-то пошёл ультимейт в Лешрака. Смотрим. Попал. Но 100 хп не останется. Попал бы. Кидал бы вот сюда. Попал бы. Смайл. Да, Фанни, конечно, молодец. Хорошо предселился. Но слишком далеко кидал. Недооценил траекторию. Точнее, переоценил Лешрака. Думал, что Лешрак уже убежал далеко. На самом деле, Лешрак ещё не добежал до этой точки. Напомню, ультимейт аппаратично действует таким образом, что если попадает, наносит урон определённый. Вот этой вот самой площадью. Если же попадает только краешком, то только лишь накладывает эффект. В любом случае, попадает ультимейт или цепляет только краешком, накладывается эффект, который не даёт герою никаким образом восстанавливать ХП. Никакие регены не работают, хилы не работают, стики не работают, мекки не работают. Только Пайп защищает от урона, но Пайп не восстанавливает ХП. Если у героя на первом уровне, на втором и на третьем ульты остаётся 10, 11 и 12 процентов ХП, соответственно, герой умирает. Вне зависимости от того, добивают его чем-то, не добивают, он просто умирает. Поэтому даже если Лешака не убил бы сам кружок, у него явно оставалось меньше 120 ХП, а именно 120 ХП являются 10 процентами, ну 125. И он бы умирал. Ну, Аппарэйшн, естественно, ещё первый ульт, второй ульт Аппарэйшн получить. Может, только если стоит на миде так быстро. Как правило, Аппарэйшн на саппорте, ему приходится тяжеловато. Дэнди форстаф. Ловит Года. Год успеет ли что-нибудь кастовать? Биссмэмба. Опять Гуджа попал в ульт Аппарэйшна. Год, живее всех живых. Года бьёт, минус год. Ульт Чена великолепный. Год до сих пор живёт. Тизер работает на ура. Гуда всё-таки добивает инвокера. Также цепляют Лешака, но на Лешаке пайт. Сен Кинг раскастовывает свой ультимейт. Хороший ульт получается. Смайл умирает. Груда вгрызается в артстайла. Минус артстайл. Нет, с грудой уже делать что-то очень-очень тяжело. Дэнди до сих пор жив. Я думал, он там где-то уже откинулся. Нет. Дэнди жив. Гему Сен Кинга. Я не знаю, это его гем или он из кого-то выбил. В любом случае с грудой тяжело, очень тяжело сейчас тягаться. Почему? Потому что один на один, как я и говорил, 25% миссов. У неё хороший лайфстил. И к тому же у неё сейчас есть БКБ. На неё ничего не действует. Нету у Даррор ничего, чтобы могло застанить бруду в БКБ. Да и даже если было бы, как правило, бруде это не сильно мешает. Она простоит в стане просто, а потом опять начнёт грызть. Лост не идёт пушить паучками, всё правильно. Там стоит инвокер, инвокер всех паучков убьёт. Лучше отправить паучков в лес и покрепиться в лесу. 177 крипов у Года, но среди этих 177 крипов огромное количество пауков и 166 у бруды. А вот у бруды огромное количество лесных крипов, что делает фарм Сентинга чуть менее ценным, а фарм Бруды чуть более ценным. Ну и можно это посмотреть по ГПМу. 480 у бруды и всего лишь 370 у Года. Это, конечно, здесь нужно ещё учитывать вышки. Посмотрите, что делает Бруда. Ульт Апарейшн. Чем? Минус Чен. Ну вот так вот Бруда расправляется. Очень опасно заходить в его логово. Кстати, хочу посмотреть, как же всё-таки расставил лост сетки. Посмотрите. Сетка, чтобы отступать. Две сетки на крипах. Это очень важно. Одна сетка для выхода на линию. Также сетка, которая ведёт вглубь вражеского леса. Ну и одна сетка чуть подальше, вот на этом стеке крипов, которые тоже нужно фармить. Обратите внимание, практически все стеки крипов, которые она фармит, находятся под сеткой. Это важно, чтобы пауки лучше жили. У них хороший леген под сеткой. Ну и также план отступления очень хорошо работает. Да, также две сетки находятся на сложной линии чужой, чтобы... Ну, точнее, перед вышкой, чтобы эффективнее пушить. Вышку забирают сейчас висп и тайтхантер вместе с лешаком. В то время как Бруда и Путч находятся на чужой линии. Дэнди. Дэнди видят. И, смотрите, сам бот проявляет агрессию. Цепляют Дэнди. Дэнди, конечно, очень толстый. Влетел висп. Сульта. Отличный руль от аппарейшена. Тайтхантер фуловый. Дэнди сгрыз инвокера. Сенкинг даёт неплохой стан. Но Бруда всё равно слишком много хп имеет. Чен без хп отступает. Хаоснайт. Хаоснайт зарубает лешака. Хаоснайт бежит дальше. Сенкинг раскастовывает ультимейт. Ни в кого не попадает. Увы и ах. Цепляет Айдхантер. Попадает под стан. Садится в инвиз. Брудмазер. Unstoppable. Убивает Хаоснайт. Цепляет аппарейшена. Всё, аппарейшену уже никуда не уйти. Да. Вот это та Бруда, которую я хотел видеть от Лоста. Почему её не было в других играх, я не знаю. Кстати, обратите внимание, путь от Дэнди не такой уж получился эпичный. Да, он сделал начало. И, наверное, за счёт этого начала сейчас Нави выигрывают. Но его не хватило в лейте. Ставится сетка, опять же, для пауков. О, Сенкинг. Хороший барустрайк по четверым. ЕМП. Ветра. Минус вся мана Тайдхантера. Дэнди цепляет своего Тайдхантера. Вытаскивает его из битвы. Нет, нет. Слишком большое преимущество Нави. Они эту игру уже не отпустят. Вопрос времени, когда она закончится. Но это только первая игра. Нас ждёт ещё вторая. Смайл на шоке. Давайте посмотрим статистику. Героев. 8-3. Тайдхантер. Хвост. Хорошо. Несмотря на то, что тяжеловато ему приходилось на миде, отыгрывает. 7-0. Лост. Великолепно. 7-3. Дэнди. 5-1. Висп. На котором играет Пупей. И только у Смайла отрицательный счёт. Ну что, в общем-то. Ну, не очень страшно. Да, напомню, что тот, кто проигрывает в этом матче, гарантирует себе хотя бы то, что он не останется на последнем месте один, а поделит его с кем-то. Если Нави выигрывают две игры, они оставляют Дарр на последнем месте с двумя очками. Сами набирают четыре, но всё равно остаются на предпоследнем месте. Скорее всего. Если же играют они один-один, у них получается по три очка и всё очень-очень плохо. Получается, и у той команды, и у другой команды выбраться с последнего места будет очень-очень тяжело. Ну и попасть в Венера и Нави и Дарр уже практически невозможно. Нужно выигрывать абсолютно всё, и при этом очень важно будет, как сыграют другие команды. Да. В группе А у нас достаточно ситуации ясная. Там LGD обыграли всех, кого только можно. Имеют максимальное количество очков и гарантировали фактически себе попадание в Венера. Остаётся им там выиграть два-три матча. Точнее, два-три очка именно набрать, чтобы гарантировать себе первое место. Даже всё выигрывать необязательно. Но соперники у них остались откровенно слабые. У них каждый соперник всё слабее, слабее и слабее. И, скорее всего, они выиграют группу с сухим счётом. И это будет единственная команда, которая выиграет группу с сухим счётом. Потому что фаворит группы B, в которой играют как раз-таки Нави и Дарр команда IG, умудрились проиграть одну карту и хоумом. Ну и, кстати, ещё будет игра IG против Тонг-фу. И, возможно, она будет сегодня. Если она будет сегодня, мы её обязательно посмотрим. Это будет битва двух команд китайских, которые занимают очень высокие позиции. И Тонг-фу могут переиграть IG. Тонг-фу находится на каком-то подъёме на этом лане. Возвращаясь к игре, хочется сказать, что до сих пор никак не запушат в сторону. Сенкин! Паро-страйк. Получает тут же Сайленс и умирает. Отличный Сайленс. Фуф, ну нужно было использовать Дисмэмбер. До этого не использовал Дэнди. Но груда продолжает уничтожать хвост, влетая свистком. Отличный ревейдж. Сенкинг выкупается. Ну, это уже фактически ГГ. Апарэйшн без КП. Хаус Найт единственный герой, который способен выдерживать хоть какой-то урон, но от него ничего не остаётся. Сенкинг. Баро-страйк. Сенкинг так ульт свой и не скастовал, хотя у него есть даггер. Получает хук, получает Дисмэмбер и умирает. Груда. Убивает Апарэйшн. Она не может лечиться в ульте, поэтому её ульт не работает. Видите, вот под этим инем Бруда не может восстанавливать КП даже за счёт лайфстила своего ульта. ГГ пишут. Даррер. 1-0 в пользу Нави. Ну что ж, хоть какая-то радость болельщикам Нави. Всё-таки Нави показали, что Даррер они обыгрывают. И это... Ну хотя бы какая-то победа. Дэнди там уже в фонтане тупует. Мега килл от Дэнди. Дэнди сделал 10-3-7. 10-0-5. Ой, 10-3-7. 10-3-15. 10-0-5 сделал лошадь. Это замечательно. Ждём второй игры. А я вам пока что озвучу ту информацию, которая касается...